Всем большой привет! С добрым утром! Сегодня 12 мая 2016 года и внезапно у меня есть один лишний билет на лекцию. На лекцию моноспектакль Станислава Белковского. Сегодня 8 часов ЦДХ на Крымском валу. Это центральный дом художника, недалеко от метро Парк Культуры или Октябрьская. И да, в общем, это музей. Там, я так полагаю, еще есть какие-то экспозиции интересные. Но вот так получилось, что есть один лишний билет. Я знаю, что мероприятия это модные, интересные, билеты обычно все распроданы. И вот у меня есть лишний. Я, конечно, пыталась и пытаюсь найти кого-то из знакомых в Москве, предложить кому-то, но все люди очень занятые и маловероятно, что кто-то найдет время и сможет внезапно поменять свои планы и сегодня ко мне присоединиться. Я также позвоню, естественно, в ту организацию, где я покупала, по номиналу, и спрошу, как там по поводу возврата билетов. Может быть, это возможно, может быть, нет. Я думаю, что там при входе тоже можно, в общем, их сдать. То есть я видела на всякие интересные мероприятия приходят люди с вопросами нет лишних билетов. Но, тем не менее, а что если, а вдруг кто-то из зрителей имеет возможность, имеет желание сегодня присоединиться? Значит, начинается это в 8 часов. Конечно, прийти нужно будет заранее. Я планирую там появиться где-то около 7. Ну, во-первых, чтобы без пешки. Во-вторых, ну вот в случае, если для билета никого не найдется, то найти для него кого-то. Посмотреть экспозицию. Ну и в целом, в общем, так. Стоимость билета 1600 рублей. Это вот та цена, за которую я покупала. И это место близко к цене. То есть я так полагаю, что будет хорошее место и будет хорошо видно. В общем, если у вас есть такое желание присоединиться, то свяжитесь со мной, я координаты оставлю. Какое-то хладно сегодня вообще-то. Вчера было так жарко. Сегодня я посмотрела по погоде. Написано, сегодня холоднее, чем вчера. Даже так, значительно холоднее, чем вчера. Но что-то в последнее время я так сомневаюсь, что можно доверять прогнозам, во-первых, потому что в целом вообще я не смотрю, не слежу за прогнозами, но когда бывает нужно, вот что-то они как-то неточны, и, скажем так, недостаточно точны. Если нужно примерно, ну так с утра вышел на балкон и, в принципе, все понял. А если нужно посмотреть на будущее, ну, например, в случае поездки, как сегодня, ну, тогда вот в деталях все различается. Например, на одном ресурсе погодном написано, что будет дождь, на другом его нет, и температура отличается как плюс 6 и плюс 10. А вообще-то это большая разница, то есть будет ли ночью дубак, или будет так, нормальненько. Вот, тоже поэтому опять вся в растерянности. Что надеть, в чем поехать, чтобы не запариться и не заморозиться. Ну, в общем, все. Самую главную информацию я сказала. Если что, пишите, звоните в какое-то время, в общем. Может быть, что-нибудь из этого и получится. Ну, все, всем счастливо, всем пока!